Данное видео несет исключительно эмиристический характер, она создана в развлекательных целях. С вами Дэмон и Андро Уид. У меня голова грязная. Ну, ничего. Всем привет! Раз грязная урюшки голова, то будет приветствие вот такое, ребят. Всем привет, Аксюша! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Прежде чем вы начните смотреть это видео, можете ничего не делать, давайте просто начнем. Этой рубрики давно не было, так что я буду рада, если вы поддержите ее лайками, и ее тебе возможно будет больше даже. А сегодня мы будем готовить тортик на Хулуин. Расскажу, как происходит съемка и концепцию общей видео. Я в своем телеграм-канале, либо не все, говорю о том, что сегодня я буду готовить тортики, помогите мне выбрать дизайн. Вы отправляете в комментарии возможные вариации оформления, и уже из них я выбираю 6 понравившихся мне или 9, и почт, и делаю пост ТГ. Вы уже выбираете, который вам больше понравился, я его уже делаю. На этот раз вы еще не определились, какой вы выбрали, но вроде бы вот этот розовый... Ой, обалдеть. Давайте попытаемся повторить. Но сначала приготовим коржи, а потом уже крем и самооформление будем делать. Да, вы не ослышались на этот раз. Коржи я буду готовить, а не то, а мне много кто упрекал. Ой, ты только можешь в магазины брать. Ой, как всегда, опять в магазины. Посмотрела я рецепт на ютубе. Так, ребята, на столе у нас все необходимые ингредиенты от масла, творожного сыра, яйца, еще творожного сыра моря, ну и муки и сахара. Это все, что нам необходимо. Желательно, конечно, еще сахарную пудру. А, ну вот она, кстати, у нас и есть тут. Изначально будем делать коржики. Для этого нам понадобится яйца. Будем все делать по рецепту из интернета. Все знают, что там самая проверенная информация. Из ютуба будем прям смотреть и делать, чтобы не проворонить и сделать реально вкусно. Он всегда вкусный. Нужен доброволец. Ребят, нужен доброволец. Кто пойдет? Кто пойдет? Ну, помогите мне, доброволец. Нам нужны две миски, в моем случае это контейнер квадратный и лукошка из Икеи. Нужно разделить яйца. Сколько тут? Всем привет! Делюсь рецептом торта. Отделяем белки от желтков шесть штук. Шесть штук яиц, белки от желтков. Смотри, я видела такой лайфхак, что можно просто все яйца вымолить, а потом вот так вот руками... Нет, давай просто я разделю белки от желтков. Помыли? Помыли. Умная самая, роза, крой. Да шутка, Евочка, любим тебя. Она сказала, чтобы ни капли в желтков не попало. Господи, еще одна капля все упадет. А, все, точно заново. Да достань ты просто его и все. Арина, ну коробку точно не надо вставлять. Кто нас упрекает в том, что мы руки не моем, прямо сейчас это мы сделаем. Многие любители моды сталкиваются с такой проблемой, где можно приобрести одежду, обувь, аксессуары или духи от любимого знаменитого бренда по выгодной цене. Если с FF в России не работает, армода либо дорога, либо нет того, чего действительно хочется. Выход есть. Square сервис для покупки брендовой одежды, обуви и аксессуаров с выгодой до 70%. Уже более 10 тысяч человек воспользовались услугами сервиса и продолжают покупать. Компания сотрудничает напрямую с известным маркетплейсом Poison и предлагает самые конкурентные цены на рынке. Более того, команда берет на себя ответственность за доставку и качество товаров, чтобы вы могли насладиться покупками без каких-либо хлопот. Теперь вам не нужно беспокоиться о предоплате или о том, что не удастся найти желаемый товар. Вы можете приобрести уникальные вещи из других стран по доступной цене, и это конек сервиса. И еще одна отличная новость. В этом проекте профессионально следят за трендами и предлагают только модные вещи. Теперь мы взбиваем белки до такого состояния, пока не появится белая пена. Я посчитала, что нам нужно 180 грамм сахара, а это 9 столовых ложек. Насыпаем, пока Арина тут... Ой. Примерно до такого состояния должны выкрутиться наши белочки, но можно еще чуть-чуть погуще. Да не, нормально. Подобно за консистенцию, да, уже нужно добавить половину сахара и взбивать дальше, пока сахар не растворится. Звучит сложновато, но Аришка справится у нас, конечно же. Аришка золотая, Руська у нее второе имя в школе было. И мы сейчас все это сделаем. Точнее, Аришка. Ну, она постарается, вот, сделать нам тортик вкусный. Давай, Арина. Три с половиной ложки. Мы смешали белки, ну, конечно, не до такого состояния, что если их перевернуть, то они не вывалятся. Но такое. Я думаю, это от посуды зависит. Да-да, конечно, ребят, не от того, что у меня кривые руки. Неважно. Теперь берем желтки и тоже взбиваем с оставшимся сахаром. В холодильник положу. Взбиваем, пока они не станут белее. Давай весь тебе сложим сахар. Теперь достаем белки из морозилки и аккуратно, как она говорила, смешиваем желтками. Чем угодно. У-у-у, как круто! Как здорово выглядит это все, как будто это сгущенка, да? Угу. Прикольно. Аккуратненько смешиваем. Так, смешали, подождите, что у нас там дальше по рецепту? В уже просеянную муку насыпаем ванилин и разрыхлитель. У нас нету сита. Арина, давай, как-то через свои ногти вот так просеять. Люди скажут, о, они без перчаток готовят торт, который мы съедим сами. Но мы туда и не лезем вроде руками. Господи, еще одна капля сел вонет. Так, кажется, тут не уместится в этой миске. Дай. Да, наверное, не уместится. Давай-ка, переналей сюда. Нет, смотри, тут больше места. Смотри, как хорошо. Подожди. В уже просеянную муку насыпаем... Так, муки нам надо 230 грамм. Сколько в стаканах? Одиннадцать с половиной ложек. Один, два, пять, восемь, десять, двенадцатый. Теперь смешиваем это все с разрыхлителем и ванилином. Ой, Арина, ну давай развеселись у Аришки. Тут проблемы вечно. Просто смотрите, какая недовольная. Какое же недовольное лицо просто. Ну ничего, мы ее отвлекаем от этого ужаса. Ребята, поддерживаем Аришку в комментариях. Она думает, что, блин, я вот в ролике Ксюши, меня никто не любит, меня все ненавидят. Скажут, лезет в кадр лишний раз. Давай Аришка, все это смешали. Теперь просеивай через свои ногти. Все, чем мешаем? Подожди, дайте инструкцию посмотрим. И просеиваем еще раз тесто с консистенцией сметаны. Так, мешаем. Добавляем яичную смесь порциями. Каждый раз аккуратно перемешиваем. Хотя мы миксером, да, искренне. Результат консистенции сметаны. Мы готовим форму для выпечки. Консистенция сметаны. Опять не по плану. Девочки, вы упали. Готовим форму для выпечки. А ножницы есть? Ева, мое солнышко, вот оно мне поможет. Я тут все это время делала и стояла. Ну, шучу, Аришка. Теперь отрезаем круг. Чуть-чуть с нахлестом. Так, что мы дальше делаем, Ариш? Разрезаем посередине. Ева опять не помогает. Вроде бы нормально. Так даже лучше, чем у нее, наверное, нет? Юлия Высоцкая, спасай. Аккуратно переливаем форму наше тесто. Разогрей ту духовку, Арина, разогрей ту духовку. Я была раньше, что разогревали. Я не знаю только как. В смысле, ты не знаешь? Ой, все готово, можно снимать. А что тут не работает? В смысле не работает? Арина! Честно говоря, у меня даже нету сковородки. Что за... Позвони хозяйке, напиши хозяйке. Она мне там вопросы задала. Арина, позвони. Ты дура? Подождите, пожалуйста. Сначала выставляется режим, потом градусы. Так я выставила. Вот это, да? Все, готово? Да. Как вкусный, как вкусный торт. Мы сделали роковой вывод, интересный шаг. Сейчас поставим вот эту штуку в микроволновку и посмотрим, что получится. Нам у нас не получится, конечно, приготовить полноценный торт. Но у нас есть выход. Я даю стаканы. У нас будет тортик в стаканах. В тортике в стаканах. Я как будто это предусмотрела. Не знаю. Мне какой-то черт сказал их купить. Вот так. И мне просто потянулась к ним рука. Дернул. Что ты дернул? Тер-дернул. Блин, слушай. А вот и черт. Интересно, сколько нужно разогревать? Давайте посмотрим в интернете. В гугл существует. Он, слава богу, пока не платный. Проходной двор у нас, что ли? Съемка идет. Сколько нужно разогревать корж в микроволновке? Пельменное тесто отварится в микроволновке за 5 минут. Почему нельзя разогревать пирожки в микроволновке? Да блин. Бисквит в микроволновке есть такой. И сколько? 30. Правда? Какие-то загадки. Ну ладно, поэкспериментируй. Но звучит интересно. Она поднимается. Ой, там что-то происходит. Сейчас я вам покажу. Вон, видите, вот это вот что-то сбухло. Вон что-то получается. Ну ладно, посмотрим. Боже. О, боже. Он гигант. О, боже, давай откроем. О, боже. О, господи, что с ним? Какая скалилась эта штука. Ой, мамочки. Ну смотри, выпеку. Он почти. Сюша. Пусть? Оставляю. Пусть опустится, и мы дальше начнем прогревать. Но выглядит страшно. Вкусно, кстати. Вкусно? Вкусно. Отлично. Очень сладенький. Нормально. Он пока разогрет. Давай. Мне кажется, хорошо. Вкусно. Вкусно. Это вот опять она взбухает там наверху. Ребята, я в шоке. Посмотрите, что с ней случилось. Это по итогу вот такой вот хлеб. Ну можно, Света? Мы просто делаем в стаканчик. Мы просто делаем. Сколько? И сделаем с разными начинками. Один с ракциевым кармелью, другой с орешками, такими, как все на Бонни. А почему не государственная приоритет доставка? Ну, подожди. Ну ладно. А ты его не смазала? Сглушали? Нет, конечно. Ты вон триллип. Нет, он смотрел, он уже отходит. Нет, он и был так. О, 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 о. Почему я не поехала там? О, о, о. Смотрите, это губка и поролон. Что это? Как тут все грязно выглядит. Еф, попробуй, ты, пожалуйста. Кого не жалко, да? Мне как будто забирать всю влагу из тебя. Как тофу? Это тофу. Арина, убери руки, грязные. Но он спокойно забирает всю влагу изо рта. Ну ладно, сейчас я буду... Вери нож. Так, сейчас мы будем готовить крем. Я сначала разложу, что нам необходимо. Это творожный сыр. Только не так много, я не знаю, куда Арина все-таки купила. Посмотрите. Это еще не все еще в холодильнике, но мы доставать не будем. Сахарная пудра. Масло комнатной температуры. Сейчас я помою лукошко. Потому что Арины нет вообще никакой атрибутики для кухни. Арина спрашивает, что это такое? Это чье? Случайно взяла, наверное. Добавляем, наверное, 140 грамм. Сливаем обязательно воду, которая здесь вот тут. Не показывай эту раковину, а блюются. Ладно, выпустили много сыра, но потеря все-таки забыли. 800 грамм, 800. Там просто очень много нужно. 800 грамм. 800 грамм? А здесь сколько в одной? 140. Ой. Да ладно. Немножко воды. Чтобы не было сухого. Может, не надо? Все? Все окей. Теперь масло добавляем. Мы на глаз. Масло безлактозное. Короче, если не получится, то это за Арина, за то, что она безлактозное масло купила. То, что у нее нет трички. Арина, да у тебя вообще не приспособленная кухня под эти дела. 150 грамм масла и 450 где-то творожного сыра. Посмотрим, что у нас получится. Она моет, ты еще спать? Да не моет. Собиклад. Прочень, добавляю сахарную пудру. Полетела. Я думаю, достаточно для такого маленького количества сверха. Нормально. Просто она как будто, я не знаю, обычно она просто просеянная, нормально. Это не сахарная пудра. Это, я тебе говорю, это вода не слитая. Что это за хрень? Так, нам надо, чтобы вы растаяли эти комочки. Добавить пудру еще. Пробуй. Ну, побольше перемешайте. Это дура, она сферментировалась. Давайте другой торожный сыр возьмем. Ну, какой? А если попробовать с тем мякишем? Я бы взяла вот эти две. Давайте мы попробуем с другим сыром, а это, наверное, придется Аришки на завтрак. Сори, Мэй, это пока... Мне положи-ка в холодильник. Он прям реально ужасный. Как будто молоко прокисло. Или кефир, или наряженный кефир. Я говорю... Смотрите, сейчас я вам покажу сыворотку вот эту. А тут и нету, кстати. По итогу, смотрите, какой идеальный крем получился. И мне кажется, я делала все в сыре и в сыворотке, которая там вот эта была. Смотрите, очень хороший крем. Давайте приступим к сборке. Арина сказала, хотя бы поставьте вот так, чтобы было похоже на хлеб. Видно. Но с этой камерой, конечно, лучше видно. А мы решили сделать to go cake. Это когда, ну, если дословно, то стаканчик... Ой. Татуар в стаканчике. Но мы поняли, что стаканы ведь эти слишком большие. И я посмотрела, вы знаете, они буквально вот такие по размеру. Как отрезала я вот так. Смотри, как кексы. Поэтому нам сейчас предстоит отрезать три стакана. Ух, это было сложно. Но мы это сделали. Буквально три стаканчика. А еще буквально четыре для кефир. Ну, давай пять сделаем. Та-дам! Буквально вот такая красота. И теперь нам нужно будет завязать кружочки по форме. Наверное, будет прослойка коржик, прослойка начинки с кремом и прослойка коржик. И сверху уже украшение будет из крема. Это, я понимаю, нужно делить на три стакана. Ты помыла руки? Да. И режет корж. Такой шлипок. Кстати, смотри, они как будто панкейки. Смотри. Как будто из флафа-флаф. Нет такого? Нет. Нет. Они такие мягкие, хорошие, нет? Ну, придется это попробовать. Смотри, придется. А то оно вкусно будет. Так расскажем. Нет, ладно крем, но... Да. Теперь мы вымеряем. Смотрите, какие пластики мы отрезали. Я думаю, нормальная толщина, посмотрите. Буквально с палец, наверное, да? Толщая. Ари, помогай. Прямо так? А? Печатываешь, Еф? Да, выпечатываю, печатываю. Да, нормально? Да. Блин, Еф, нас даже поднудила. Нормально. Ну да, прижмется. Прижмется, смотри, прижимается. А кто любит для автозуина, нет? Разные тортики, разные украшения. По итогу смотрите, что у нас получилось. Сейчас еще это пропитаем молоком или сливками. И начнем начинку накладывать. Только она нам еще не пришла, блядь. Ай. Я их пригусила. Настолько. Настолько вкусно. Я хотела сказать, что правда вкусный бисквит. Для того, чтобы пропитать коржи, мы взяли домик в деревне. Вот такие сливки. И добавляем совсем немного на дно. Аккуратно пропитываем. Блин, я так идеально порезала, да, что по капле добавляется. Пропитываем капельками. Вот столько достаточно. И мы не нашли карамели, поэтому будем топить риски. Нашли мы в... А, с пути вкусы, да? Вот такие. Сейчас их смесиваем со сливками и растопим в микроволновку. Еще для начинки мы взяли соленый арахис. Это вот с карамелью смешан. А для второй начинки мы взяли корицу и орешки пикан-пикан-пикан. Такая вкуснятина получится, надеемся. Типа, как, типа сенабон. Вот эти тогда будем их использовать. Фу, не эти. От лотте. О, это не поможет на карамельки вкусные, Надежда. М-м-м, а теперь лучше. Растопим и к вам вернемся. Разогреваются. Друзья, только не знаю, через сколько их нужно вынимать. О, чем-то это уже бурлили. Давайте перемешаем. Добавляем орешки. Я добавила пикан-пикан. Нормально, кстати, перемешалась. Карамели, пикан-пикан. Вот так, да, нормально? Чуть побольше крема добавим. Конечно, это все лучше делать с мешком кондитерским и все дела. Все, теперь добавляем пикан. А, или глазурь ты будешь украшать. Нет. Кстати, очень вкусно выглядит уже. Ну, убирайте. Да. Кондитерский, да? Можешь, пожалуйста, еще? Еще? Да. Чтобы с карамелью сделать, но с арахисом. Так тут он и так, он тут с этим, миндалем. А эти мы сделаем с миндалем и с карамелью тоже. Ну, смотри, если мы любим орехи, вот кто будет есть каким-то... Вот кто будет есть глазурью? Ты будешь не с глазурью, если мы будем? А ты будешь? Ты вообще не будешь. Ну, все, мы будем все с орехами делать, потому что я люблю орехи. Все, я думаю, достаточно на два, нет? Ну, да. Ну, еще. Микровомовку. Да. Ты смотри. Все, я думаю, не надо. Ты вылезла? Да. Замешиваем краски, я покажу, что тебе будет цвета. У меня вот такой зелененький. Оришка намешала. Что мы делаем? Вот розовый доделали. И остается... На самом деле, очень много можно сделать дизайнов. Вот здесь сверху. Так с чем это? А, это вот, это все. Это все с пеканом. Может быть ложь? На специальный такой небрежный стиль. Как он называется? Маленькую. Как он называется? Артхаус. И носок. Артхаус, если бы дословно. Нормально. Вот, у меня идеально. Смотри, у него реально почти идеально было. Да, это с арахисом. Оранжевый с арахисом. О, кстати, глазики пригодятся. Да, зеленый. Глот кейк. Первый дизайм, который будет готов. Для вот этого зорчика припасены у нас глазки. И у него кексик. Спасибо, что вы смотрели это видео до конца. Оставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Круто. Ну вот, ребята, кстати, неплохо. Кропотливая работа создания дизайна. Тем более, мама куда-то запрятала мои кондитерские мешки, когда приезжала ко мне в Москву. И я не знаю, где они. Поэтому пришлось взбивать сарлофановые пакеты. Извините, пожалуйста. Но, вроде бы, как мы справились. Не знаю, понравится ли вам результат или нет. Еще раз извиняюсь, что пришлось сделать go to cake. Вот этот вот в формате капкейк с собой. Потому что Арина не работает духовкой. Мы сами расстроились. Но вышли как-то из ситуации. Ну, и это лучше, чем заказывать уже готовые коржи. Хоть что-то интересное. Вот сделали форматик. Может, кто-то вообще впервые о таком go to cake узнал. Короче, берите на заметку. Блин, интересно и вкусное. Ой, скосило немножко. Та-дам! Вот и готовый результат. Да, возможно, где-то криво косо, но зато с душой. Кстати, вот вам интересная идея. Если хотите устроить мероприятие, где будет интересный интерактив, то сделайте мешочки с красителями и кремом. И просто дайте гостям чистые капкейки без дизайна. Они сами все украсят, сами сделают и сами съедят. Также обязательно ставьте лайки. Ну, а мы пошли пробовать. Ура! Мы сейчас будем пробовать торт. Почему-то тебя не видно. Один... Почему-то этот один кексик не показывает. Может, принесите? Шшшш. Он изгой. Ладно. Кто такой? Я человек паука. Я помню, что оранжевый все с арахисом. Давай тогда вот это попробуем. Я тоже хочу. Я тоже. Ан, давайте один попробуем. Давайте. Давай какой-то... У-у-у-у-у-у-у-у-у. Выглядит вкусно. Ммм. Ха-ха-ха-ха. Ммм. Это очень вкусно. Она так про каждого говорила. Так по сиянтсам. Это очень мягкое тесто. Ну, что ж, она не разрезается ровно. Гады. Гады. Прям очень. Это очень вкусно, правда. Блин, подожди. Давай вот сейчас. Блин, мне тоже очень понравилось. Ладно, подожди. А я пытаюсь съелать, что и вкусно. Правда, и вкусно. Блин, ну на самом деле... На самом деле, вот когда Ксюша готовила до этого кексы... Когда Ксюша в прошлый раз... Вот когда Ксюша в прошлый раз готовила кексы... Ну, мне нравятся нога в целом. Карамельки и орешки. Пекан. А мне понравился только пекан. Все эти коржи все равно немножко похожи на тофу. Блин, да какой тофу? Это как из флафи-флаф. Блин, я советую вам приготовить микроволновку. Без шуток, советую микроволновки. Бу! Даже не видела. Вы слышали это? Очень вкусно. Кстати, вот это повкуснее. А мне больше с питанием. Да. Нет, ну для микроволновки норм. Ну да, это просто представляет микроволновки. Жесть. Круто, что начинки можно больше добавить в таком формате. Go to get it. И все равно, знаете, настолько мягкий корж, что можно даже было чуть потолще. Потому что из-за того, что он тоненький и он очень мягкий, как будто бы ты ешь немножечко одну начинку. Ну это и лучше, потому что он сухой, он впитывается. Нет, он сухой. Ну значит, вам нужно было пропитать чуть побольше. Его пропитали. Я ставлю 10. Это очень вкусно, правда. Прям про как перекусик такой, десертик. В общем, ребят, спасибо, что досмотрели роли до конца. Мы очень вас всех сильно любим. Пишите в комментарии и лайки ставьте, чтобы этот формат выходил чаще. Всех целуем. Всем пока.